здравствуйте приветствую вас на своем видео канале сегодня продолжаю серию видео что стоит делать чтобы ваше время истекло позже решил раскрыть некоторые особенности русской бани по умолчанию считается что русская баня дает здоровье тайны русского закала известны но если вы правильно используете особенности русской бани я более пяти лет эксперт и член научно-методического совета международной академии банного искусства которые по государственным стандартам готовит профессионального банщика разного уровня разницу на вид есть вы понимаете одно дело когда банщик аккумулировал опыт банного искусства людей со стажем банным стажем 20-30 лет а другое дело когда человек тренируется на вашем здоровье приобретает свой личный опыт в банном искусстве разницу надеюсь вы понимаете и один из элементов русской бани а именно купание в проруби купания в бассейне с холодной водой либо в горной речке после парной нужно правильно использовать если вы особенности русской бани в этом вопросе знаете то вы здоровье укрепляете если вы не знаете вы рискуете не просто здоровьем а жизнью и почему это может произойти с вами и что делать чтобы это с вами не произошло чтобы не умереть в бане вы узнаете прямо сейчас я полностью поддерживаю мнение профессионалов в банном искусстве что максимальный лечебно-оздоровительный эффект большинство посетителей русской бани получит если в рецепте банных процедур присутствует погружение в бассейн с холодной водой купание в проруби купание в горной речке но только в том случае если вы правильно используете особенности русской бани и знаете основные особенности системы кровообращения они состоят в том что кожа это самый большой орган в организме с массой примерно 17 процентов от массы тела и великолепным развитием сосудистой системы это видят все вы парной тепловая нагрузка приводит тому что организм пытаясь охладиться привлекает к коже примерно 30 процентов крови иными словами как только кожа у вас стала красной под кожей находится примерно 30 процентов массы крови а сердце за одно сокращение обычно проталкивает около двух может быть чуть больше процентов крови если вы погружаетесь в бассейн неправильно слишком интенсивно перевещается кровь из под кожей вы центральное кровообращение отзывы тех кто не знает как правильно использовать особенности русской бани они идентичны сердце зашлось за тарахтела и многие считают что это здорово но на самом деле вы очень жестко рисковали не только своим здоровьем но и своей жизнью резкое увеличение частоты сокращения сердца может вызвать любой вид аритмии в том числе и с неблагоприятным исходом резкое увеличение артериального давления также в этом случае происходит и уже на прочность тестируются артерии если инфаркт либо инсульт возник бы вас через 20 лет слишком высокое артериальное давление может ускорить этот процесс и вызвать его сегодня ну и самый неблагоприятный вариант разрыв мышцы сердца опять-таки из-за гипер нагрузки на него заинтересован ли в этом банщик думаю что вряд ли его цель потерять вас как потенциального постоянного клиента поэтому банщик вряд ли вам посоветует неправильно использовать особенности русской бани и неправильно охлаждаться в бассейне с холодной водой либо в горной речке заинтересован ли в этом врач кардиолог либо невропатолог тоже сомневаюсь потому как не самые простые особенности в вашем организме могут возникнуть даже несмотря на то что вы теперь будете у него потенциальным клиентом поэтому я бы советовал вам правильно использовать особенности русской бани и когда вы подходите к бассейну с холодной водой либо горной речке нужно входить в бассейн постепенно обычно в хорошем бассейне есть лесенка по которой большинство выходит я бы советовал чтобы большинство и входило в бассейн на каждой ступеньке нужно постоять две три секунды чтобы сосуды кожи постепенно спазмируясь постепенно переводили вот тот значительный объем крови в центральное кровообращение уменьшается нагрузка на сердце и снижается резко кардиологический риск а эмоции у вас остаются правильные да вы зашли вы смогли зайти в бассейн с холодной водой некоторое время там находиться самое главное безопасности вы не рискнули своей жизнью не сыграли в русскую рулетку в какой раз у вас возникнут такие не самые простые осложнения поэтому если вы правильно используете особенности русской бани вы будете постоянным клиентом банно-оздоровительного комплекса если вы неправильно используете в лучшем случае станете тоже постоянным клиентом врача-кардиолога либо невропатолога который вам на всю оставшуюся жизнь запретят посещать русскую баню и использовать другие тепловые нагрузки на ваш организм вот на этой позитивной ноте я имею ввиду предупредив вот эти неблагоприятные осложнения с вашим здоровьем я это видео буду заканчивать с привычными подписчикам моего канала словами крепкого здоровья и разумного к нему отношения если вам нужно знать больше про особенности русской бани про баню у меня достаточно много видео на моем канале есть вы их можете просмотреть в любое удобное для вас время чтобы вы понимали другие нюансы которые нужно учитывать в русской бани а в следующем видео я расскажу еще одну особенность русской пани моё отношение к бочке с водой либо к ведру с холодной водой которые также практикуются в русской бани если вы знаете как его использовать правильно ваше здоровье вновь таки безопасности дискуссия на эту тему возникла буквально недавно в то время когда я принимал экзамен у потенциальных банщиков и мы решали нашли консенсус пришли к нему как бочку или ведро с холодной водой в бане использовать правильно ваше здоровье сохраняем до новых встреч на моих каналах